Всем привет, наши дорогие друзья! Мы сегодня с вами направляемся в кафедральный собор в городе Тарагона. Это католический собор, памятник ранней готики. Это национальный памятник Испании. Он расположен на вершине холма в самой высокой части города, окруженной древнеримской крепостной стеной. И посвящен он святой Тёкле. Улица плавно переходит в каменную лестницу, которая ведет к соборной площади Тарагона. Архитекторы очень творчески подошли к вопросу украшения главного портала кафедрального собора Тарагона. Над входом установлено окно в виде розы, диаметр которого составляет 11 метров. Рядом с ним барельеф, изображающий события страшного суда, а также 9 пророков, 12 апостолов и статуя Богоматери. Первым храмом на этом месте был возведенный в римской колонии Тарако храм императора Августа. Тарагону, кстати говоря, раньше называли Тарако. Из-за больших финансовых затрат и того, что главные архитекторы собора несколько раз меняли друг друга, строительство весьма и весьма затянулось. Даже после освящения собор достраивали еще почти 20 лет. В результате внешний облик церкви приобрел черты разных архитектурных стилей. Хотя это абсолютно его не портит и даже наоборот делает интересным и запоминающимся. Собор отличает романно-готическая архитектура. Главный восьмиугольный купол собора украшает окна с витражами. Также красива романская колокольня высотой 65 метров, на которой установлено 15 колоколов. Наиболее старые из них были отлиты в 1313-1314 годах и являются одними из древнейших церковных колоколов в Европе. Мощные двери портала изготовлены из кованого железа и датируются 15 веком. Особенно примечательны дверные ручки, которые украшены фигурами разнообразных причудливых существ. Стоимость билета для взрослых составляет 5 евро. 3 евро для детей от 7 до 16 лет и 4 евро для посетителей старше 65 лет. Одна из внутренних стен кафедрального собора иллюстрирует испытания, выпавшие на долю святой тёклы. Или фёклы, как иначе её называют. Во внутреннем убранстве кафедрального собора Тарагона отразились характерные черты готического и романского стилей. Отдельного упоминания заслуживают высокие крестовые своды и разноцветный пол, внешний вид апсиды и капелл. Продолжение следует... По бокам от главного зала расположено несколько капелл маленьких часовен, посвящённых святым. Пять женщин оплакивают Христа, которого сняли с креста. Продолжение следует... В главном зале собора находится орган, два ряда хоров и центральный алтарь XV века с барельефами, изображающими сцены жизни святой фёклы, покровительницы Тарагоны. Скамьи хоров выполнены в готическом стиле и датируются XV веком. Субтитры создавал DimaTorzok Это говорит просто о доверии людей здесь, в Европе. Все понимают, что если они берут свечку, то они должны положить монету. Монету или купюру. В Тарагоне такая большая свечка стоит полтора евро. И вы должны понимать, что некому выдать сдачу, поэтому вы уже рассчитываете, кладёте ровную сумму, ну или же больше, и берёте то количество свечек, за которые заплатили. Это обычная практика во всех европейских костёлах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Справа от алтаря находится гробница Хуана Арагонского. Гробница архиепископа Арагонского установлена на подставках в виде львов. Верхняя часть саркофага изготовлена в виде покоящегося тела с улыбкой на лице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из главного зала собора можно пройти во внутренний двор монастыря, который примыкает непосредственно к собору. И в небольшом размере двора расположены фонтаны, в которых обитают рыбки и черепашки. Также вы увидите красивые клумбы, раскидистые деревья, апельсин и магнолий. Обрамляет внутренний двор со всех четырёх сторон крытая обходная галерея, то есть клоатр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На куполе размещены фрески, но возможно они были реставрированы или же написаны позже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Испания – это страна с невероятной красивейшей архитектурой и множество исторических достопримечательностей в виде старинных домов, арок, холмов. Все это создает неповторимую атмосферу, ощутить которую стремятся огромное число ежегодных иностранных гостей со всего мира. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и встретимся в следующем видео.